Глава 30. Машиах бен Йосеф. Первая часть. Рабейну Саадья Гаон в своем великом труде Эмунот Ведеот пишет, статья 8, глава 5. Мы уже знаем, что если наше раскаяние неполно, мы останемся без избавления до прихода конца. Если оно придет, а мы не раскаемся, спасение придет, когда мы еще грешники. Когда прошло уже столько времени, Бог вернет нас в землю без раскаяния с появлением Избавителя. Есть пророческое предание, что нас охватят беды и скорби, через которые мы раскаемся и заслужим избавления. Это согласуется с Санедрин 97 бет. Если Израиль раскается, они будут избавлены. В ином случае Бог приведет царя, чьи постановления будут более жестокими, чем у Амана. И вследствие этого они раскаются и будут избавлены. Конец цитаты. Они также сказали, что катализатором этого будет человек из семени Йосефа на Галилейской горе. Остатки евреев соберутся к нему, и он обратит внимание на наш святой храм, после того, как Эдом уже захватит его. Он будет жить там какое-то время, и тогда человек по имени Армелий сразится и захватит город, убив и взяв пленных. И этот человек из семени Йосефа будет среди погибших. Тогда народ будет охвачен великими бедами, самое тяжелое из которых – разрушение отношений между ними и всеми народами, пока народы не изгонят их в пустыне, где они будут голодать и бедствовать. По причине их страдания многие откажутся от своей веры и останутся только самые очищенные. Тогда откроется Эль-Ягу и придет спасение. Конец цитаты. Далее в этом источнике Рабейну Саади Агаон приводит в доказательство ряд стихов. В качестве доказательства, что за Машиахом, потомком Йосефа, пойдет лишь небольшой остаток, он пишет «Очень немногие из народа соберутся к нему, как сказано, «Я возьму у тебя одного на город и двух на семью и приведу тебя в Сион». Ермияву 3.14 Еще одно доказательство находится в Пиркей де Раби Элеезер, глава 32. «Что сделал Яаков?» «Он схватил Эсава за пятку, чтобы стянуть его вниз, как сказано. Его рука схватила пятку Эсава», – Берешит 25.26. «Отсюда мы узнаем, что потомки Эсава не падут, пока не придет остаток Яакова и не истребит пятку Эсава». В Санедрин 79 Алиф и Сота 49 Бет объясняется, почему избавление начнется в Галилее. В поколении, в котором придет сын Давида, дом учения мудрецов станет подобен борделю, и Галилея будет разрушена. Вот что о Машиахе бен Йосефе пишет Рамбам, Шмот 17.9 «Потомок Эсава Амалек начал первую войну народов против нас. Семя Эсава повело на нас изгнание и последнее уничтожение, так что наши мудрецы говорят, что сегодня мы в изгнании Эдома, другое имя Эсава, из которого мы будем избавлены навсегда». Как говорит Абадия, стих 21. «Спасители поднимутся на гору Сион, чтобы судить гору Эсава, и царство будет принадлежать Господу». «Все, что раньше сделали им Моше и Яшуа, Ильягу и Машиах бен Йосеф, сделают их потомкам». Вот почему Моше проявил себя таким образом. «Вот почему буквальная победа в войне против Гога и народов осуществится через Машиаха бен Йосефа из семени Эфраима и Яшуа бен Нуна». Прототипом последней войны станет война Амалека, которая тоже началась с Хилул Гошем. Последняя война устранит Хилул Гошем навсегда. Когда мудрецы оставляют о Машиахе бен Йосефе больше вопросов, чем ответов, одно бесспорно. Перед приходом Машиаха бен Давида придет Машиах бен Йосеф, которому предстоит сражаться в Божьих войнах в эпоху избавления. Он выступит против народов и поднимет военную мощь Израиля, после чего Машиах бен Давид завершит уже духовное избавление. Вполне возможно, время Машиаха бен Йосефа совпадает с периодом начала избавления, до того, как все выжившие народы примут небесное ярмо. Самый лучший источник на тему Машиаха бен Йосефа это труд Кол Гатор, блистатель новомистика Раби Гилеля из Шклова, ученика Гра, Гаона Раби Ильяху из Вильны. Автор передает нам мнение своего учителя об эпохе избавления и Машиахе бен Йосефе. Гра, один из величайших авторитетов после разрушения храма, называет Машиаха бен Йосефа Машиахом де Атхалта, предварительный Машиах. Приведем краткую цитату из труда, описывающего основные принципы о Машиахе бен Йосефе. Кол Гатор. В согласии с нашим господином Гра, все, что включается в собирание народа, строительство Иерусалима и расширение поселений в Эрцисраэль для возвращения божественного присутствия, все простейшие занятия, строительство и посев, и все мельчайшие подробности, все это включено в функцию Машиаха де Атхалта, первого Машиаха, Машиаха бен Йосефа, чудесной силы, помогающей всем нечудесным делам, выполняющих впоследствии роль катализатора, ибо Машиах бен Йосеф с земли, а Машиах бен Давид с неба. Конец цитаты. Затем он пишет, глава 2, часть 2, 1. Два Машиаха поколений – это чудесные силы, поддерживающие и подпирающие Израиль на протяжении периода изгнания и их чудесный источник помощи, когда послышится поступь Машиаха. Машиах бен Йосеф – это чудесная сила, духовно поддерживающая как еврейский народ, так и отдельного еврея. У роли каждого Машиаха есть много аспектов, как объясняется в писаниях нашего господина. Они сотрудничают и поддерживают друг друга, при этом первый действует в согласии с темой «Йосеф еще жив» – Берешит, 45, 26, а последний в согласии с темой «Давид, царь Израиля, живет и пребывает» – Рошашина, 25, алиф. Они живут и пребывают в каждом поколении, функционируют в своей роли и влияют друг на друга, каждый своими собственными чертами и нуждаются друг в друге. Если бы не их сила, доблесть и защита, Израиль не просуществовал бы ни мгновения. Только их сила и природа остаются скрыты, и они пребывают в молитве, пока Израиль и Божественное присутствие находятся в изгнании. Конец цитаты. Здесь звучит примечательная мысль, подтверждающая мое предположение. Избавление могло прийти в любой момент после разрушения второго храма, если бы Израиль покаялся. Два Машиаха существуют в каждом поколении и лишь ждут, когда Израиль совершит дела веры и доверия к Богу. Как сказал царь Давид, «Господь близок ко всем призывающим его искренне». Таилин 145.18 Здесь прослеживаются два элемента. Во-первых, когда Израиль приближается к Богу, он избавляет свой народ. Во-вторых, Израиль должен сам обратиться к Богу, причем искренне. Вот почему сказано, «Мое спасение близко». И Шаяу 56.1 Если мы ведем себя правильно, спасение близко каждый день. Однако время ограничено, если в последние дни Израиль так и не заслужит ускоренного избавления. Бог освободит его через страдания и избавления в свое время. Пророк восклицает, «Призывайте его, когда он близко». И Шаяу 55.6 Поскольку, когда закончится время, кирва – близость. Наступит время, крав – битвы. Как я уже писал, Бог не зря заключил в один еврейский корень два значения – кирва – близость и акрива – жертва. Только тот, кто приносит жертву, приближается к Богу. Ускоренное избавление невозможно без самопожертвования, основанного на вере и доверии к Богу. Далее, в «Колгатор» говорится, глава 2, часть 1.39. «Йосеф узнал своих братьев, но они не узнали его», Берешит 42.8. Это одна из черт Йосефа. Не только в своем поколении, но в каждом поколении Машиах бен Йосеф узнает своих братьев, а они не узнают его. Это действие сатаны, который скрывает черты Машиаха бен Йосефа так, что евреи, к сожалению, не узнают его приход и смеются над ним. «Если бы не это, наши проблемы уже закончились бы. Если бы Израиль узнал Йосефа, то есть приход Машиаха бен Йосефа, включающий в себя собирание изгнанников и так далее, мы бы уже были полностью избавлены». Далее он продолжает эту мысль, там же, часть 1.103. Выражение «Поступь твоего помазанника» появляется в стихе «Они насмехались над поступью твоего помазанника» Таилием 89.52. «Вся поступь Машиаха служит целям первого Машиаха – Машиаха бен Йосефа. Как известно, враги Бога и Израиля враждебно относятся ко всем действиям, направленным на приход Машиаха. Это смысл приведенного стиха». Конец цитаты. Итак, святые уста Гра озвучивают несколько ключевых принципов относительно Машиаха бен Йосефа. Первый. Имеются два Машиаха – Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. Первый называется предварительным Машиахом. С ним связана физическая сторона избавления, возвращения на Сион и Божьи войны. Второй Машиах завершает духовное избавление. Эти два Машиаха живут среди нас в каждом поколении. Как только Израиль поймет, что необходимо сделать для «ускоренного» избавления, два Машиаха тут же осуществят его. Третье. Израиль не только не узнает Машиаха бен Йосефа, но и осмеивает всех, кто возвещает истину об избавлении и подходит на его роль. Если бы Израиль узнал Машиаха бен Йосефа и его эпоху, он бы сразу же привел ускоренное избавление. Теперь исследуем, что о Машиахе бен Йосефе говорят раввинистические источники. В Талмуде Сука 52 Бет сказано «Господь показал мне четырех ремесленников» Захария 2.3. Комментарий. Кто эти четверо? Раби Хан Абер Бизна сказал от имени Раби Шимона Хасиды Машиах бен Йосеф, Машиах бен Давид, Элиягу и Коэн Цедек, Коэн Праведности. Конец цитаты. Похожие слова находятся в Седер Элиягу Раба, глава 18. Далее мудрецы говорят Медраж Хагадол, Шемот 6.7. Согласно четырем избавлениям, Бог в будущем поставит четырех избавителей Элиягу, Машиах бен Давида, Машиах бен Йосефа и Коэн Гадол. Конец цитаты. Раби Берахия сказал от имени Раби Цхака Шир Гаширим Раба 2.13.4. Сказано «Господь показал мне четырех ремесленников и это Элиягу, Царь Машиах, Мельхицедек и Помазанник войны». Конец цитаты. Песик Тарабати 15. Агаходыш. Страница 75. Алев. Элиягу, Царь Машиах, Мельхицедек и Помазанник войны. Конец цитаты. Мудрецы называют Машиаха бен Йосефа Помазанником войны по вполне очевидной причине. Ему предназначено воевать с народами и начать избавление. Итак, Машиах бен Йосеф называется предварительным Машиахом и Помазанником войны. В Медраше мы читаем Бамидбар-Раба 14. Цитата. «Гилад мой, именаше мой» Таилим 69. Комментарий. «Вокруг Помазанников ведется много споров. Одни говорят, что их семь, как сказано. Мы поставим семь пастухов против них» Михей 5.4. «Другие говорят восемь, и восемь князей людей там же. Но явно упомянуто не более четырех, как сказано. Господь показал мне четырех ремесленников. «Тогда я сказал, зачем они пришли?» И он сказал, «Это рога, которые рассеяли Иуду»» Захария 2.3.4. «Кто эти четыре ремесленника?» Давид объясняет. «Гилад мой» — это Элиягу, живший в Гиладе. «Минаши мой» — это Машиах, который восстанет от потомков Минаше, как сказано, перед Эфраимом, Беньямином и Минаше. Таилим 83. «Эфраим — главная моя крепость». Там же 69. «Это Помазанник войны, происходящей от Эфраима, как сказано. Его слава подобна первородному быку». Дворим 33.17. «Иуда мой скипетр». Таилим 69. «Это великий избавитель, происходящий от Давида». Конец цитаты. В Песиктор-Бати 8 сказано. «Рядом с ним два оливковых дерева». Захария 4.3. Комментарий. «Это два Машиаха. Один Помазанник войны, другой Помазанный царь над Израилем». «Бог сказал, чтобы они не сомневались, я обыщу Иерусалим». Цитата. «В то время я обыщу Иерусалим со свечами». Цфания 1.12. Конец цитаты. «Я полагаю, что этот метраж перекликается с выше приведенной цитатой из Гра о том, что в каждом поколении появляются Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. У нынешнего изгнания нет четко установленной продолжительности. Оно может пройти уже сегодня, если мы послушаем Божий голос». Таилим 95.7. «Бог как бы обращается к нам. Пусть эта возможность не кажется вам далекой. Поверьте, что если вы будете поступать правильно, избавление придет сегодня». «Ищите Машиахов, и я тоже обыщу Иерусалим со свечами». Конец цитаты. В Талмуде сказано, Бава Батра 123 бет. «Яков увидел, что семя Эсава может быть избавлено только семенем Йосефа». Также и в Таргум Йонатан говорится по поводу Берешит 30.25. «Смысл ясен. Именно Машиаху бен Йосефу предстоит начать процесс, который приведет к окончанию эпохи народов». В Берешит Раба 99.2 читаем. «Йосеф противится Эдому. У одного есть рога, как в стихе, его слава подобна первородному быку». Дворим 33.17. «У другого тоже. И из десяти рогов, которые на его голове». Даниил 7.20. «В чьи руки падет Эдом? В руки помазанника войны, который приходит от Йосефа». Конец цитаты. Берешит Раба 73.7. Цитата. «С рождением Йосефа родился противник Эсава. Есть предание, что Эсав падет только от рук потомков Рахели». Конец цитаты. В 1 царей 17 Ильягу чудом оживил ребенка. Мудрецы так комментируют это событие. Ильягу сказал «Владыка Вселенной! Теперь будущие поколения узнают, что есть возрождение мертвых». Пиркей де Раби Элезер, глава 33. В Ильягу Раба, глава 18, добавляется «Ильягу сказал Равинам, этот ребенок был Машуяхом бен Йосефом». Заметим, Машуяхом бен Йосефом является оживленный ребенок. Это делает его живым символом доверия к Богу, веры в то, что Бог оживит еврейский народ. Ошеа 6.2. Цитата. «После двух дней Он оживит нас. На третий день Он восстановит нас, и мы будем жить в Его присутствии». Конец цитаты. «Возрождение целого народа!» Именно об этом говорится в стихе, процитированном в Колгатор, глава 2, часть 2. «Йосеф все еще жив», Берешит 45.26. «Как вернулся к жизни Машиах бен Йосеф, так же через него вернется к жизни и еврейский народ». Другой столь же образный и не менее ясный пример Ехэскель 37. «Мудрецы часто называют Машиаха бен Йосефа Машиахом бен Эфраимом». Медраж Шохертов, глава 60. Цитата. «Гелад мой, именаше мой, Эфраим, глава моя крепость, Иуда, мой скипетр, Таилим 69». Комментарий. «Гелад мой, Это я, Господь, Кто совершил чудо для Ефая, Геладитянина, И это я, Господь, Кто совершил чудо для Гидеона, Сына Иоаса, И с коленами наше, И его спасение было мгновенным. Однако в будущем Я спасу тебя через Машиаха бен Ифраима И через Машиаха бен Давида Из колена Иуды. «Эфраим, главная моя крепость, Ибо он сначала принял ярмо неба, Затем Иуда, мой скипетр, Это Машиах бен Давид». В Таргум Йонатан, Шмот 40.11 сказано «Из-за твоего слуги Йошуа бен Нуна, Главы Санедрина своего народа, Эрцисраэль в будущем появится от него, И дом Израиля через него Обретет победу над Гогом И его отрядом в конце дней». Конец цитаты. Смотри также комментарий Таргум Йонатан на Шир-Гаширим 7.4. Еще один примечательный источник О Машиахе бен Эфраиме, То есть Машиахе бен Йосефе, Писик Тарабати 36. «В тот момент народы придут в волнение И скажут, Владыка Вселенной, Кто это, в чьи руки мы падем? Как ему имя? Какова его природа?» Бог ответил, «Это Машиах, И его имя Эфраим, Мой праведный Машиах. Он восстановит как самого себя, Так и свое поколение. Он принесет свет Израилю И спасет свой народ, И никакой народ, И никакой язык Не сможет ему противостать. Все его враги и соперники убегут, Даже реки перестанут течь». Конец цитаты. Бог установил правила для Машиаха. Цитата. «В будущем их грехи Станут для тебя железной ношей. Они сделают тебя подобным этому тельцу, Чьи глаза помутнели. Их ноша задушит твой дух. Через их грехи Твой язык прилипнет к твоему небу. Хочешь ли ты этого?» Машиах спросил, «Будет ли эта боль длиться много лет?» И Бог ответил, «Я клянусь моей и твоей жизнью, Что это продлится не дольше Семитысячного года, То есть последнего возможного конца, Как отмечалась в Авода Зара, Девять Алиф. Если ты несчастлив от этого, Я сделаю, Что они будут страдать, Начиная с этого момента». Машиах ответил, «Владыка Вселенной, С радостью я принимаю это на себя, Чтобы ни один еврей Не был потерян. Именно это я и имел в виду». Конец цитаты. Раввины сказали, «Будет ли ты, В неделю, В которую придет сын Давида, На его шею будут помещены Железные прутья, Пока он не согнется И не воскликнет в слезах, Так что его голос достанет до неба. Он скажет, «Владыка Вселенной, Как долго еще моя сила Будет удерживаться? Мой дух, Моя душа, Мои конечности, Разве я не из плоти и крови?» Тогда Бог ответит, «Эфраим, Праведный Машиах, Ты несешь это С шести дней творения, Теперь твоя боль Будет как моя, Ибо с того дня, Когда пришел Навуходоносор, Уничтожил мой дом, Сжег мое святилище И изгнал моих детей К народам, Я клянусь тебе, Что я никогда не сидел На своем престоле, А если ты не веришь мне, Посмотри на росу, Осевшую на моей голове». Машиах ответит, «Владыка вселенной, Теперь я утешен, Достаточно для раба Быть как его господин». Конец цитаты. Мы видим Несколько крайне важных принципов Об избавлении. Во-первых, Основным избавителем Здесь называется Не Машиах бен Давид, А Машиах бен Йосеф, Поскольку он Начинает процесс избавления. Во-вторых, Его страдания Во время изгнания Олицетворяют Страдания Израиля. В-третьих, Если Израиль Правильно раскается, Машиах бен Йосеф Сразу же освободится От страданий И спасет Израиль, Избавив как себя, Так и еврейский народ. В-третьих, Машиах бен Йосеф Символизирует Бога, Поскольку во время изгнания Бог тоже страдает, Терпя хилул Гошем. В-пятых, Если вместо Ускоренного В-кавычках Избавления Наступает Избавление В свое время, Бог послал Машиах бен Йосеф Воевать с народами. В этом случае Подавляющее Большинство Евреев Будут Недостойны Избавления И не признают Ни Машиах бен Йосеф Ни собственную задачу Вернуться К вере и доверии К Богу И осветить Его имя. С крохотным С крохотным Остатком Верных Соратников Машиах бен Йосеф Бросит Народам Вызов Чем положат Начало Избавлению И Мессианским Родовым Мукам. В это Скорбное Время Ему Предстоит Пасть. Однако Грехи Израиля Будут Очищены И тогда Придет Машиах бен Давид. Что касается Смерти Машиаха Бен Йосеф В войне С народами Мудрецы Говорят Сука 52 Алиф И земля Будет Скорбеть Каждая Семья По отдельности Захария 12 12 Комментарий Раши Захария Пророчествует О том Что в будущем Евреи Превознесут Машиаха Бен Йосеф Который Будет Убит В войне Гога И Магога Конец Комментария На чем Будет Сосредоточено Это Превознесение Согласно Одному Мнению На смерти Машиаха Бен Йосеф Согласно Другому На смерти Злого Позыва Мы Хорошо Понимаем Первый Взгляд Ибо Сказано Они Воззрят На того Кого Народы Пронзили Машиаха Бен Йосефа И они Будут Оплакивать Его Как Оплакивают Единственного Сына Захария 12.10 Ибн Эзер Комментирует Захария Там же Цитата Я Я Я Залью Дух Милосердия И Мольбы Комментарий На жителей Иерусалима Перед тем Как они Пройдут Через это В начале Страдания Ибо Машиах Бен Йосеф Будет Убит Тогда Бог Разгневается И уничтожит Все народы Нападающие На Иерусалим Этот стих Они Воззрят На того Кого Народы Пронзили Машиах Бен Йосеф Комментарий Все народы Воззрят На Бога Чтобы Увидеть Что Он Сделает С Пронзившими Машиах Бен Йосеф Конец Цитаты Ибн Эзер Продолжает Там же 13.7 Цитата Пробудись О меч Комментарий И пророчествуй Дальше О многих Войнах Которые Произойдут По всему Миру Когда Умрет Машиах Бен Йосеф Конец Цитаты Снова И снова Мы видим Различие Между Избавлением В свое Время И Ускоренным Избавлением И Танах И Мудрецы Постоянно Упоминают Два Возможных Сценария Избавления Какой Именно Из них Будет Задействован Зависит От нас С вами То же Относится И к Машиаху Бен Йосефу Его Страданиям И той Войне Которую Он Начнет Избавлением Избавлением Закончится Закончится Ли Эта Война Разгромом Крохотной Армии Израиля Или Быстрой И Славной Победой Будет Ли Он Убит Все Это Зависит От Конкретного Сценария Избавления Что В свою Очередь Зависит От Наших Дел Да Смилостивится Над нами Бог И Даст Нам Сил Исполнить Его Слово Если Произойдет Избавление В свое Время Тогда Народы Решат Уничтожить Израиль И Страданий Не Избежать Одновременно С этим Поднимет Голову И Внутренний Враг Обанкротившийся Израильский Режим И Его Приспешники Они Объявят Войну Божьей Торе И Попытаются Уничтожить Ее Это Будет Время Ереси И Богохульства Если Наступит Конец А мы Так и Не Заслужим Ускоренного Избавления Машиах Бен Йосеф Объявит Войну Всем Врагам Израиля Будь то Евреи Или не Евреи В В Колхо Тор Глава 2 Часть 2 2 Приводятся Святые Слова Гра Нашей Нашей Мы Мы Должны Помочь Богу Через Людей Доблести 2 2 Машиах И Практически Обучиться Всему Что Можно Узнать Об их Характеристиках И Обязанностях Главной Обязанностью 2 Машиах Машиах Бен Йосеф И Машиах Бен Давида На протяжении Поколений Является Защита И Война Против 3 Глав Нечистоты Эсава Ишмаэля И Эреф Раф Смешанного Большинства Особой Задачей Машиах Бен Йосеф Является Противостояние Эсаву Нечистоте Слева А Машиах Бен Давида Противостояние Ишмаэлю Нечистоте Справа И Вместе Они Работают Против Эсава И Ишмаэля Быка И Осла Нечистоты Соединение Эсава И Ишмаэля Приходит Через Армелия Ангельского Князя Эреф Раф И оно Может Уничтожить Израиль И весь Мир Да Поможет Нам Небо Главная Цель Эреф Раф Объединить Эсава И Ишмаэля И разделить Двух Машиахов И наша Собственная Главная Битва Разрушить И Истребить Из Израиля Силы Эреф Раф Нечистоту Злого Армелия Эреф Раф Наш Величайший Враг Это То Что Разделяет Двух Машиахов Его Нечистота Действует Только Через Коварный Обман Следовательно Наша Война Против Эреф Раф Самая Сложная И Горькая И мы Должны Перепоясаться Последними Силами Чтобы Достичь Этой Цели Кто Не Принимает Активное Участие В войне Против Эреф Раф Автоматически Становится Соучастником В его Нечистоте И Кем Бы Он Ни Был Ему Не Стоило Рождаться Главная Сила Эреф Раф Находится В воротах Иерусалима Особенно Во входе В город По Западной Разделительной Черте Эреф Раф Это Та Часть Еврейского Народа Которая Воюет Против Бога И Его Торы С Такими Людьми Мы Ведем Бескомпромиссную Борьбу Гра Призывает Нас К Священной Войне С ними Говоря Говоря Что Те Кто Не Борется С Эреф Раф Становятся Его Соучастниками Он Хочет Предостеречь Нас От Ложной Терпимости И Беспочвенной Любви Мешающими Этой Священной Войне Напротив Говорит Он Наш Долг Помочь Машиахам В главе 1.6 Он Подчеркивает В чем Состоит Задача Машиаха Бен Йосефа Главной Задачей Машиаха Бен Йосефа Являются Три Вещи Открытие Тайн Торы Собирание Изгнанников И Истребление Из земли Духа Нечистоты Кто Не Принимает В этом Участие Укрепляет Противников Ускоренного Избавления И Навлекает На наш Народ Страшные Бедствия Кто Отказывается Бороться С ними Проливает Кровь Ряд Других Выводов О Машиахе Бен Йосефе 1. Бог Подготовил Обоих Машиахов Уже В момент Творения Писик Тарабати 36 Цитата Что Имеется Ввиду В стихе В твоем Свете Мы Видим Свет Таилием 36 10 Какой бы свет Община Израиля Не Видела В свете Машиаха Сказано Бог Увидел Что Свет Хорош Брешит 1 4 Это Учит Тому Что Бог Предвидел Машиаха И его Дела До Создания Мира И хранил Его Под Своим Престолом Чтобы Он Стал Машиахом Своего Поколения Сатан Сказал Владыка Вселенной Кому Принадлежит Свет Хранящийся Под Твоим Престолом Бог Ответил Тому Кто В будущем Противостанет Тебе И Унизит Тебя Тогда Сатан Сказал Владыка Вселенной Покажи Его Мне Бог Ответил Подходи И Посмотри На Него Как Только Он Его Увидел Он Был Шокирован Упал На Своё Лицо И Сказал Это Действительно Машиах Который Столкнет Меня И Всех Ангельских Князей Народов В ад Конец Цитаты Я Уже Цитировал Другую Часть Этого Медраша В тот Момент Народы Пришли В Волнение И Сказали Владыка Вселенной Кто Это В чьи Руки Мы Падем Как Ему Имя Какова Его Природа Бог Ответил Это Машиах И Его Имя Эфраим Мой Праведный Машиах Конец Цитаты Если Машиах Бен Йосеф Был Предуготовлен Еще До Творения То Тем Более Машиах Бен Давид Второе Машиах Бен Йосеф Предварительный Машиах Он Он Начинает Избавление Вступая В битву С народами Он Начинает Физическое Избавление Без Которого Невозможно Избавление Духовное Он Собирает Изгнанников Завоевывает Землю И объявляет Войну Народам Как и положено Помазаннику Войны Третье Машиах Бен Йосеф Страдает Все Время Пока Израиль В изгнании Он Символизирует Выбор Между Двумя Вариантами Избавления В свое Время И Ускоренного Если Израиль Покается И совершит Дела Веры Осветив Божье Имя Бог Освободит Машиах Бен Йосеф И Тот Начнет Избавление Он Готов К Действию В каждом Поколении Включая Наше Четвертое Если Израиль Совершит Достойные Дела Раскаяния Война Машиаха Бен Йосефа Закончится Быстрой Славной Победой Без Мессианских Родовых Мук Совершив Дела Веры То есть Дела Без Страха Перед Народами Израиль Сможет Узнать Машиаха И последовать За ним В этом Случае Избавление Будет Славным Так что Исполнится Стих Ешеяу 64 Никакой Никакой Глаз Никогда Не Видел Чтобы Какой-то Бог Помимо Тебя Столько Делал Для Ждущих Его В Песик Тарабати 37 Говорится Я Силь 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 В Господе Моя Душа Будет Радоваться В Моем Боге Ибо Он Надел Меня В Наряд Спасения Покрыл Меня Одеждой Праведности Как Жених Украшает Себя Венком И Невеста Украшает Себя Жемчугами Ешияу 61 10 Ермиягу 31 12 Пророчествовал Об этом же Тогда Девственница Возрадуется В танце Молодые Мужчины Вместе С пожилыми Ибо Я Обращу Их Скорб В радость Утешу Их И дам Им Радость В скорби Конец Цитаты Ермиягу Говорил Именно Об Эре Машиаха Поскольку В будущем Бог И зальет На Израиль Великую Добычу Как сказано О Как Велика Твоя Благодать Которую Ты Отделил Для Боящихся Тебя Которую Ты Совершил Для тех Кто Доверяет Тебе Перед Своими Товарищами Таилим 31 20 Это Учит Тому Что В будущем Братцы Восстанут В месяце Ниссане И скажут Машиаху Эфраим Машиах Праведности Нашей Хотя Мы И отцы Тебе Но Ты Больше Нас Ибо Ты Понес Страдания За грех Детей Наших И пережил Страдания Подобных Которым Не переживали Не первые И не последние Ты Был Истязаем Язычниками И претерпевал Их Насмешки Ради Израиля Ты Сидел Во тьме И мгле И глаза Твои Не видели Света Кожа Высохла На костях Твоих И тело Твое Стало Твердым Как дерево Глаза Твои Потускнели От поста И плоть Твоя Как Глиняный Черепок И все Это Перестрадал Ты За грехи Детей Наших Хочешь Ли ты Чтобы наши Дети Извлекли Пользу Из щедрот Которые Бог Пролил На Израиль Возможно Из-за Безмерности Твоих Страданий Ради них И того Времени Что ты Провел В заключении Ты Недоволен Ими Машиах Ответил Им Отцы Мира Все Что я Сделал Я Сделал Ради Вас И ради Славы Вашей Ради Потомков Ваших Чтобы Они Наслаждались Тем Благословением Которым Благословил Всевышний Израиль Они Сказали Ему Эфраим Машиах Праведный Да Пребудет В умиротворении Дух Твой Как Умиротворил Ты Творца Твоего И Нас Сказал Раби Шимон Бен Пази В тот Час Возносит Всевышний Машиах До небес И Облекает Его В сияние Славы Своей Возносит Над Народами Мира И Над Персами Злодеями И Говорит Ему Эфраим Машиах Мой Праведный Суди Эти Народы По Воле Своей Ибо Если Бы Не Милость Твоя Уже Исчезли Бы Они Из Этого Мира Как Сказано Разве Эфраим Дорогой Мне Сын Разве Он Любимое Дитя Ведь Каждый Раз Как Я Заговорю О Нем Я Долго Помню О Нем Поэтому Ноет Нутро Мое О Нем Милуя Смилую С Я Над Ним Сказал Господь Ермиягу 31 19 Почему Удвоено Милуя Смилую Смилую Милуя Милость Когда Пребывал Он В темнице А Язычники Всякий День Скрежетали Зубами Переглядывались И кивали Головами Заговариваясь Погубить Его Как Написано Все Видящие Меня Насмехаются Надо Мной Разевают Рот Качают Головой Таилим 22 8 И там же Обступило Меня Множество Быков Сильные Быки Башана Окружили Меня Разверзли На Меня Пасть Свою Как Лев Терзающий И Рыкающий Ревут На Него Как Львы И Хотят Поглотить Его Как Написано Разину Ли На Нас Пасть Свою Все Враги Наши Ужас И Пропасть Разрение И Бедствие Достали С Нам На Долю Смилуюсь Когда Выходит Из Темницы И Видит Что Собрались Против Него Воинство Не Одного Царя И Не Двух Царей А Ста Сорока Царей Но Всевышний Говорит Ему Эфраим Машиах Праведны Не Бойся Их Ибо От Дуновения Уст Твоих Умрут Они Как Сказано Духом Уст Своих Умертвит Нечестивого Ешия У Одиннадцать Четыре Ставит Всевышний Для Машиаха Семь Балдахинов Украшенных Драгоценными Камнями И Жемчугом Обнимает Его Всевышний Перед Лицом Всех Праведников И Вводит Его Под Балдахин И Все Праведники И Благочестивые И Все Воины Торы Видят Это И Говорит Им Всевышний Еще И Шаяу 64 3 Призывает Он Ветер Северный И Ветер Южный И Говорит Придите Взвейтесь Перед Эфраем Дайте Ему Насладиться Благовониями Райского Сада Как Сказано Просни С ветер Северный И Приходи Ветер Южный Повей На Сад Мой Пусть Разольются Ароматы Его Пусть Войдет Мой Возлюбленный В Свой Сад И Пусть Ест Его Плоды Драгоценные Широ Ширим 4 16 И Обо Всем Этом Сказано Тогда Возвеселится Дева В Хороводе Юноши И Старцы Вместе И Превращу Я Скорб Их В Веселье И Утешу Я Их И Порадую Я Их После Горести Их Ирмиягу 31 12 Другой Урок Я Возрадуюсь Радостью Сос Асис Ешиягу 61 10 Почему Слово Возрадуюсь Удваивается Сос означает Эру Машиаха Асис Конец Рима Цитата Моя Душа Будет Радоваться В Моем Боге Там же Это Означает Войну Гога И Магога Конец Цитаты Я Я Объясняю Все Это Чтобы Мой Безумный И Слепой Народ Осознал Каким Великим Может быть Ускоренное Избавление Если Мы Его Заслужим Какой Здравомыслящий Человек Откажется Обменять Страдания Ужасы И Мессианские Родовые Муки Да Поможет Нам Небо На Славное И Величественное Избавление Однако Такое Избавление Невозможно Пока Израиль Зависит От Других Народов И Не Проявляет Полную Веру В Бога Оно Не Придет Пока Израиль Оскверняет Божье Имя Отказываясь Выслать Из Эрцисраэль Богохульствующих Ишмельтян Пока Храмовую Гору Облюбовали Ишмельтян Ские Лисы Пока Израиль Боится Плоти И Крови И Отказывается Соблюдать Заповеди И Совершать Великие Дела Боясь Реакции Народов Ускоренное Избавление Невозможно Избавление На основе Кедуш Ашем Невозможно Пока Израиль Совершает Хилул Ашем Пятое Если Израиль Не заслужит Ускоренного Избавления И Наступит Время Для Избавления В свое Время Бог Освободит Маши Ахабен Йосефа Чтобы Начать Войну Однако Поскольку Эту войну Будут Сопровождать Трагедии И Ужасы Он Будет Убит У него Будет Немного Соратников Подавляющее Большинство Израиля Посмеется Над ним А Упадочное Правительство Смешанного Множества Эреф Раф Объявит Ему Войну Согласно Гра Смешанное Множество Возглавит Армелий Который И Убьет Машиаха Бен Йосефа Избавление Начнется С трагедии Которые Впрочем Проложат Путь Для Исключительного Избавления Машиаха Бен Давида Шестое При любом Варианте Избавления Машиах Бен Йосеф Осуществит Кедуш Ашем Он Завоюет Иерусалим И храмовую Гору Его Деяния Вызовут Гнев Народов Но Это Его Не Испугает Именно Эти Дела Во Славу Божьего Имени Приведут Окончательное Избавление Народы Выступят Против Израиля И у Него Останется Только Один Помощник Небесный Отец Это Единственный Путь К Окончательному Избавлению И он Проходит Через Кедуш Ашем Бог Против Всего Мира В Писик Тарабати 37 Говорится Он Надел Меня В Наряд Спасения Ешияу 61 10 Комментарий Бог Носит Семь Одежд Со дня Сотворения Мира До Наказания Нечестивого Эдома Когда Он Создал Мир Он Был Одет В Славу И Величие Цитата Ты Облачен В Славу И Величие Таилин 1 4 1 Когда Он Открылся Нам В Море Он Был Одет В Гордость Цитата Господь Правит Он Облачен В Гордость Там же 93 1 Когда Он Дал Своему Народу Тору Он Был Одет В Силу Цитата Господь Дает Силу Своему Народу Там же 29 11 Когда Он Наказал Вавилонян Он Был Одет В Месть Цитата Он Надел Наряд Мести Ешиягу 59 17 Когда В Будущем Он Простит Грехи Израиля Он Будет Одет В Белую Одежду Цитата Его Одежда Была Бела Как Снег Даниил 7 9 Когда Откроется Машиах Он Будет Одет В Наряд Праведности Как Сказано Он Надел Праведность Как Нагрудник И Шиягу 59 17 И Он Будет Одет В Красную Одежду Как Сказано Почему Твой Наряд Красный Там же 63 2 Это Месть Эдому В Тот Момент Ангелы Служители Скажут Богу Владыка Вселенной Отличная Одежда В Которую Ты Сейчас Одет Лучше Для Тебя Чем Твоя Предыдущая Одежда Как Сказано С Этим Он Славен В Своем Наряде Там же Стих 1 Песик Тарабати Продолжает Как Жених Украшает Себя Венком Там же 61 10 Комментарий Это Учит Тому Что Бог Одевает Эфраима Нашего Праведного Машиаха В Одежду Которая Блестит С одного Конца Земли До Другого И Израиль Пользуется Этим Светом Говоря Счастлив Тот Миг В Который Он Был Создан Счастлив Утроба Из Которой Он Появился Счастлив Поколение Глаза Которого Видели Его Счастлив Глаз Который Ждал Его Ибо Его Уста Испускают Благословение И Мир Его Речь Несет Довольство И Его Мысли Спокойны И Безмятежны Счастлив Глаз Который Достоин Его Ибо Его Слова Производят Прощение И Искупление Для Израиля Его Молитва Обладает Чистым Ароматом Его Мольба Чистота И Святость Счастливы Его Предки Которые Удостоились Щедрот Мира Спрятанных От Века Конец Цитаты В Песик Тарабати 36 Сказано Наши Равины Узнали Когда Откроется Царь Машиах Он Встанет На крыше Храма И Сообщит Израилю О Следующем Смиренные Пришло Время Вашего Избавления Если Вы Мне Не Верите Посмотрите На Мой Свет Который Светит Над Вами Как Сказано Восстань Свети Ибо Твой Свет Пришел Слава Господа Восстала Над Тобой Там же 61 Только Над Тобой Он Светил А Не Над Народами Как Сказано Ибо Вот Тьма Покроет Землю И Великая Тьма Народы Но Господь Восстанет Над Тобой И Его Слава Будет Видна Над Тобой Там же Стих 2 В тот момент Бог Усилит Свет Машиаха И Израиля Все Народы Останутся Во Тьме И Будут Ходить В Свете Машиаха И Израиля Как Сказано Народы Будут Ходить Твоим Светом Цари Сиянием Твоего Восхода Там же Стих 3 Они Они Придут И Будут Лизать Пыль Под Ногами Машиаха Как Сказано Они Будут Лизать Пыль Твоих Ног Там же 49 23 Все Они Придут И Лягут Перед Машиахом И Израилем Говоря Позволь Нам Стать Твоими Рабами У каждого Еврея Будет 2800 Рабов Как Сказано В те Дни Десять Человек Из Всех Народов Возьмутся И схватятся За подол Еврея Говоря Мы Пойдем С тобой Ибо Мы Услышали Что С тобой Бог Захария 8 23 Конец Цитаты Примечание Диктора Чтеца Вновь и вновь Возникает Вопрос О природе Рабства У народов И у Евреев В нации Основа Которая Рабство Невозможно Не быть Рабом Или Рабовладельцем На самом Деле Это Два В Одном Потому Что Рабство Иерархично Раб Моего Раба Не Мой Раб Но Евреи По Определению Рабы Бога А Раб По Определению Не Может Ничем Владеть Все Его Имущество Принадлежит Его Господину В том Числе Его Плоть И Его Дети Поэтому Не Еврей Ставший Рабом В кавычках Еврея Попадает В рабство К самому Богу Как И Его Господин Еврей Обратите Внимание На ряд Законов Которыми В иудаизме Регламентировано Рабовладение Один из них Если рабу Не хватает Одеяла В холодную Ночь Его Господин Он должен Отдать Своё Для Еврея Рабство У Бога Есть Свобода От Рабства У людей Или Идолов Созданных Людьми Как Известно Рабство В кавычках Еврея У Еврея Заканчивается Через Шесть Лет Если Только Сам Раб Не Пожелает Иного Рабство Не Еврея У Еврея Заканчивается Как только Он Осознает Себя Таким же Рабом Бога Как и Его Господин То есть Свободным От Человеческого В кавычках Рабства Этот Факт Оформляется Процедурой Гиюра Сопоставим Это С положением Евреев И Египтян Под Властью Фараона Который Считал Богом Самого Себя И Пользовался Правом Поступать С С имуществом Рабов В том Числе С Их Жизнями И Детьми По Своему Усмотрению Без Каких Либо Ограничений Когда Бог Явил Себя В Египте Посредством Несомненных Чудес Возникла Ситуация Когда Неевреи От Страха Ухватились За полы Евреев В стремлении Сменить Рабство У Фараона На рабство У Бога То есть На свободу В еврейском Смысле Посредством Примыкания В кавычках К евреям В Писании Говорится О множестве Добровольных Рабов Неевреев Которые Будут Лизать Прах У ног Машиаха Поскольку Были обучены Фараоном Именно В такой Манере Выражать Раболепство Об этом Пророчество Говорит В будущем Времени Когда Израиль Будет Освобожден Из Всемирного Египта Продолжение следует